В Москве в Совете Федерации прошли дни Ленинградской области. Два дня областная делегация представляла сенаторам экономический, туристический и культурный потенциал региона. В рамках часа субъекта на пленарном заседании Верхней Палаты Российского Парламента временно исполняющий обязанности губернатора 47-го региона Александра Дрозденко рассказал о стратегически важных инициативах по улучшению качества жизни в Ленинградской области. Докладчик особо остановился на реформе системы местного самоуправления. Мы хотели бы, чтобы местное самоуправление было дееспособно, отвечало на вызовы населения в части исполнения своих полномочий. Не секрет, что зачастую органы местного самоуправления, особенно поселения первого уровня, имеют доходную часть бюджета даже ниже того уровня, который необходим на заработную оплату тех чиновников, которые работают в местном самоуправлении. Наши предложения были и остаются. Это укрепление муниципальных поселений первого уровня по принципу маленьких с большими, сильных со слабыми, а также объединение в единых администрации на уровне столиц районного значения и районов. И такая реформа сегодня достаточно успешно происходит в Ленинградской области. Второе – это закон о старостах, который мы предложили принять на федеральном уровне, по крайней мере, распространять эту практику на все регионы Российской Федерации. Мы хотели бы, чтобы люди, которые непосредственно живут в деревнях и поселках, почувствовали свою возможность участия в местном самоуправлении. Для этого мы воссоздали институт старост, когда люди на сходах на собраниях граждан выбирают старших, кто отвечает за развитие конкретной деревни, поселка или улиц. И эти же люди получают материальную поддержку из областного бюджета для реализации небольших мероприятий, как то обустройство мусорной свалки или пункта приема мусора освещения, конкретно улицы, ремонт моста, ремонт, например, кровли, домокультуры, то, что является местным самоуправлением и многие другие вопросы, включая чистку колодцев. Мы все прекрасно понимаем, что на государственном уровне, даже на уровне субъекта, ну какое дело при наших миллиардных затратах в ЖКХ, сотнях километровых труб или огромных очистных сооружений, вопрос до, так сказать, организации мусорной ямы в деревне, где живет 15 человек. А для людей эти 50 или 30 тысяч рублей – это забота о них власти. Закон успешно работает, в этом году закон уже реализован на 100%, то есть те деньги, которые были в бюджете этого года, более 210 миллионов рублей, уже поступили на территорию, уже старосты вместе с людьми распределяют их для реализации вот таких небольших мероприятий. Еще раз повторю, люди его назвали «Закон тысячи добрых дел». Александр Дрозденко представил сенатором инициативы региона по развитию жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, агропромышленного комплекса. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что наработанный Ленинградской областью опыт по решению многих вопросов будет полезен другим регионам. Она подчеркнула, что Ленинградская область – один из немногих регионов России, бюджет которого не подвергся секвестру. Это образец для других, образец того, как надо работать с санкциями, подчеркнула глава Совета Федерации. Она особо отметила, что все предложения 47-го региона войдут в проект постановления Совета Федерации.